Всем привет! Вы на канале Пятый Элемент, меня зовут Эдуард, и сегодня я вам вкратце расскажу про одно из самых ожидаемых событий года, которое происходило сегодня рано утром, а именно про The Game Awards 2019. Если вы вдруг не знаете, то это своеобразный Оскар в мире гейминга. Ежегодно мероприятие проходит в США и привлекает огромное внимание СМИ и игрового комьюнити. Помимо вручения премий за достижения в индустрии компьютерных игр, в рамках данной церемонии происходит целое шоу с живыми выступлениями и новыми анонсами игр. В этом году мероприятие происходило в Лос-Анджелесе в Microsoft Theater. В рамках ивента были вручены награды в 30 номинациях, представлено более 20 анонсов новых игр и дополнений к ним, живые выступления Grimes и Green Day, а также многое-многое другое. А сейчас давайте вкратце я быстро вам расскажу о самых ярких моментах данного мероприятия. Началась церемония с живого исполнения саундтрека из Death Stranding при участии симфонического оркестра. Это было действительно красиво и завораживающе. Далее на сцену вышел бессменный ведущий, продюсер и один из основателей премии Джефф Кейли. И казалось, что в этом моменте шоу должно только набирать обороты, но после первого же награждения на главном экране запустили ролик, концовку которого не предвидел никто. Нам показали следующее поколение консолей от Microsoft, а именно Xbox X Series. По окончанию трейлера на сцену вышел Фил Спенсер, это глава подразделения Xbox, если кто не в курсе, и подтвердил, что это действительно новый Xbox. Правда, вот никакой информации по начинке он не озвучил. Что ж, ждем Е3, уверен, именно там нам майки и выкатят уже все карты на стол, так как заявлено, что консоль девятого поколения должна поступить в продажу уже в конце следующего года. Казалось бы, что уже может быть после такого анонса, но не тут-то было. Словно пули один за одним летели новые трейлеры и мировые премьеры игр и DLC с перебивками на награждение лауреатов. Из интересного было анонсировано DLC для Mortal Kombat 11 с Джокером и Харли Квинн и бесплатное дополнение для Control. Далее нам официально представили саундтрек самой ожидаемой игре следующего года, Cyberpunk 2077. Был продемонстрирован ролик с разработчиками из CD Projekt Red, где они рассуждают на тему, какой саундтрек они искали. И далее группа Grimes при поддержке симфонического оркестра живьем исполнила его на сцене. Стоит отметить, что во время исполнения шел видеоряд с силуэтом солистки и, возможно, она также попадет в игру в какой-то роли. После этого церемония перевалила за свой экватор и начались награждения в более ожидаемых номинациях. Давайте сейчас быстро пройдемся по самым интересным. Лучшая экшен-игра Devil May Cry 5. Лучшая спортивная, гоночная игра Crash Team Racing Nitro Fueled. Лучшая мобильная игра Call of Duty Mobile. Лучшая многопользовательская игра Apex Legends. Лучшая актерская игра Matt Minkelson Death Stranding. Лучшая киберспортивная игра League of Legends. Из, наверное, самых интересных мировых премьер можно выделить Ghost of Tsushima. Это новый эксклюзив на PlayStation. И 9 to 5. Но, опять же, кроме примерных дат выхода и трейлеров, больше никаких подробностей озвучено не было. При этом на сцену поднимались интересные люди из индустрии для вручения премий. И, наверное, самое интересное выступление было в исполнении Reggie Fiss Emma. Для тех, кто не в курсе, это бывший руководитель Nintendo, который в этом году ушел в отставку. Но его вклад в индустрию сложно не оценить. В частности, он награждал в категории «Лучшая инди-игра» и своей речи сделал упор, что все большие студии когда-то были маленькими инди-разработчиками. И что именно данное направление и развивает мир гейминга. Ведь на малых проектах люди не боятся экспериментировать, и порой так рождаются легенды и новое веяние в индустрии. В общем, очень воодушевляюще. На сцене выступила группа Green Day с анонсом появления своих треков в игре Beat Cyber. Также нам показывали людей из зала, среди которых можно было увидеть Хидео Кодзиму и даже Илона Маска. Церемония близилась к завершению, и в воздухе висело два открытых вопроса. Кто получит статуэтку за лучшее игровое направление и звание игры года по версии The Game Awards? Если в первой номинации ответ был весьма предсказуем, награда досталась Death Stranding, то вот игрой года призвано Sekiro Shadows Die Twice. Не очевидно, но, по-моему, весьма заслуженная награда для ребят из Software. При этом награду им вручал никто иной, как сам Вин Дизель, который не забыл при случае пропиарить новую часть Форсажа, а также игру по мотивам кинофраншизы. В целом, церемония получилась весьма красочной и насыщенной, с интересными и порой не очень анонсами, красивыми живыми выступлениями артистов и приятными сюрпризами. Таким образом, закрывается игровой год 2019-го календарного года, который принес нам много положительных эмоций и новых проектов. А как вы думаете, какая игра возьмет главную премию в следующем году? Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был Пятый элемент и до новых встреч!